привет всем в свете продолжающегося обсуждения закона о профилактике семейно-бытового насилия ну и там родственных всяких вопросов круглые столы и конференция продолжаются и по сейчас хочу не то чтобы хочу это не является моей целью но в общем я решил что правильно будет кинуть камень и в противоположный огород в огород тех кто в общем выступает против законного семейно-бытового насилия против закона проекта ну с определенной платформы а именно с платформа так называемых традиционных ценностей или иногда это называют традиционных семейных ценностей несложно убедиться что каждый раз когда люди апеллируют против например закон о семейно-бытовом насилии когда не называют там что они отталкиваются от традиционных ценностей никто и никогда не перечисляет в чем эти ценности заключаются из чего собственно не состоят какой какой минимальный кодекс традиционалиста от чего он может отталкиваться например чтобы критиковать такие законы как закон о профилактике семейно-бытового насилия я решил ликвидировать этот пробел но со своей так сказать скромной колокольни не претендуя как обычно на по полную достоверность или там истину в последней инстанции дело в том что по некоторым данным сегодня а по другим данным 18 числа но в любом случае разница всего пару дней исполняется очередная годовщина принятия большевиками законов декретов точнее о браке его разводе такая радикальная реформа которая в общем перечеркнула все что было ну столетиями существовало до большевиков если значит отталкиваться от семнадцатого года дело происходило в декабре семнадцатого года то возможно сегодня исполняется сто два года с этих событий сто два года как это произошло много это или мало но как считать с одной стороны я скажем так буду настаивать что сто два года недостаточно для того чтобы назвать эту традицией и словосочетание советская традиция мне кажется взаимопротиворечием своим противоречащим взаим исключающим либо советская либо традиционная тут не может быть сочетание это сочетание несочетаемого вы можете также по заметке из церковных ведомостей убедиться как церковь среагировала на эти законопроекты законы точнее до которые вступили в силу эта заметка датирована апрелем восемнадцатого года то есть ну в общем примерно три месяца спустя на там 4 некоторые выражения как вы можете убедиться надеюсь их видно на экране можно прочитать достаточно жесткие очень трудно представить себе сегодня какого представителя церкви который столь же жестко высказался бы например по семейному кодексу который сейчас действует что странно вообще-то потому что все определения как были так и остались я так понимаю что библия с тех пор не изменилась вот могла только измениться так сказать генеральная линия партии если можно говорить о такой линии в рамках церкви так вот отталкиваясь от этих вот двух там трех документов мне показалось что правильным будет пофантазировать какие должны быть минимальные критерии которые бы на самом деле доказывали что человек представляет традиционную или традиционалистскую позицию потом социальным вопросам по законодательным вопросам там по вопросам семьи ну вот в таких вопросах да я поразмышлял там посмотрел пару чужих статей на эту тему и очень вывел несколько тезисов мне кажется я ограничусь на малом кругу который как мне кажется просто с ним ну невозможно спорить то есть все эти пункты должны присутствовать у человека если он на самом деле защищает традицию подчеркиваю я сейчас этим кастом совершенно не выступаю в пользу или в защиту традиционного подхода это повод для отдельного рассуждения или же говорю о том насколько правомерно люди сами себя относят к защитникам традиционных ценностей или там других классифицируют там как только человеку говорит что он там он против закона о семейно-бытовом насилии есть люди которые на него мгновенно навешивают клеймо типа он против там он традиционалист там ну и там с обидными эпитетами всякими так вот от чего можно отталкиваться в семейной сфере сейчас возьмем узкую сферу именно семейную сферу поскольку в общем законопроект говорит о ней первое чего придется оттолкнуться от того что брак так называемый гражданский который ввели например вот советы да а вслед за ним уже он потом раскатился по всему свету этот брак не является традиционным то есть традиционный брак это брак религиозный причем не какой-нибудь абстрактной религии которые вчера придумали до религию который есть стаж но в нашем случае до случае руси можно говорить примерно о тысячелетней истории на если отсчитывать крещение понятно что сейчас найдутся люди которые скажут а вот родноверы там это прочь традиционные религии окей где-то там наверное были терки по этому поводу хотя честно говоря вот я не особо знаком с фундаментальными установками родноверия я почти уверен что в том что я сейчас буду называть расхождений там скорее всего нету или расхождение минимальное и так брак брак должен быть религиозным причем как я уже сообщал вставляю ссылку в угол церковь в общем свой интерес к институту брака тоже проявила достаточно поздно то есть да как бы они о нем знали они о нем там есть учение о нем да но это не значит что сразу появилась таинство венчания таинство венчания очень позднее изобретение тем не менее брак как таковой фигурировал в священных писаниях да там и в общем вокруг него была некая именно именно традиция строгом смысле этого слова традиция то есть свод правил не особо формализованных передаваемый во многом устно но этот свод правил который зарекомендовал себя очень большим периодом применения соответственно первое за что должен выступать человек который утверждает что он за традиционные семейные ценности он должен выступать противником гражданского брака гражданского именно в смысле заключенного по семейному кодексу по свидетельству я уж и не говорю вообще это ну это даже не подвергается никаким сомнениям то есть первое что такое человек должен говорить то что требуем немедленно устранить вот эту вот систему гражданского брака и заменить ее системой религиозных браков ну там для разных конфессий там детали будут различаться но смысл у них будет примерно похожий сами понимаете второе от чего ну что вытекает в общем то из первого да что брак состоит из одного мужчины и одной женщины естественно сразу можно заметить что например там в республиках северного кавказа традиция другая и там это правило подходить не будет потому что традиция эта вещь локальная вот у нас она такая а там другая у нас она тоже не всегда было такое да то есть были прецеденты в истории не такой уж давний вообще-то и кто историю знает да что существовало многоженство и только после крещения да там это стерками в общем многоженство но как-то постепенно ушло тем не менее сейчас придется договориться что но если брать последние скажем там лет пятьсот точно да то уж это точно один мужчина одна женщина с этим мало кто будет спорить соответственно люди которые например выступают за так называемый marriage equality да то есть возможность для людей нетрадиционной сексуальной ориентации там или трансгендеров вступать в браки автоматически выпадают из традиционного направления в общем тут трудно трудно что-то возразить в-третьих на чем придется сфокусироваться что такой человек должен выступать за реальные патриархат не пугал пугало который сейчас там все там перечисляют что вот у нас патриархат потому что у нас парламенте там большая часть мужчины такие люди просто не знаю значение слова патриархат в общем нужно редкая феминистка знает что такое патриархат практически никакая какая знает а молчит на тему что это такое нужно знать что такое патрилинейность что такое патриолокальность и эти вещи должны быть закреплены в законе патрилинейность должна быть закреплена и охраняться законом и преступление против патрилинейность должны быть преступлениями то есть это должно караться там каким-то образом по тяжести Что-то административно, что-то уголовно. Патрилокальность аналогично, да, вы сами знаете, как у нас с этим сейчас обстоит дело. Соответственно, патрилокальность должна была бы быть закреплена в законе строго. И человек, который говорит, что я традиционалист, я за традиционные ценности, должен выступать за то, что я требую, чтобы это было принято завтра утром буквально. Если он этого не говорит, это странный традиционалист. Какие следствия, например, ну это уже более такие, так сказать, слабые идеи, да, их нужно обсуждать. Например, следствием реального патриархата было бы, что, ну, женщина не может в одиночку принять, например, решение об аборте. Вообще вопрос абортов такой очень подвешенный в религиозном контексте, да. Но уж он абсолютно, был абсолютно невозможен в рамках, например, брака. То есть женщине сделать в одиночку, единолично приняв решение об аборте, это было, ну, никак невозможно. Это было бы следствием реального патриархата. Следующая вещь, которая фундаментальная. Не существует в традиционной системе такой вещи, как развод. Ее просто нет. Соответственно, чтобы преобразовать, например, нашу современную систему к традиционной системе, нужно разводы немедленно отменить. Как минимум вернуть либо к нашей дореволюционной системе, либо к системе, которая была в США до Рейгана, да, до того, как он в Калифорнии свою реформу провел впервые в США. И было это довольно поздно, между прочим, сделано в США. Намного позже, чем в России. Ну, в СССР, если быть точным. То есть развод должен просто исчезнуть как категория. По крайней мере, уж по желанию точно. Просто нет такой категории, как развод. Существует ограниченное количество разводов по... Ограниченное число правил, которые позволяют, в принципе, развод, именно в церковном смысле таком, в традиционном смысле этого слова. Но, как правило, такой развод не позволяет повторный брак. Кроме как, в общем, в виде исключения по специальному разрешению, опять же, выданному авторитетам, которые управляют этой брачной системой, что в данном случае должна быть церковь. То есть пока этого разрешения нет на повторный брак, люди остаются формально в браке. Неважно, живут они вместе или нет, но вступить повторно в брак они не могут. Сожительство, соответственно, тоже запрещено. То есть его просто не может быть. То есть человек всего два выбора. Либо он живет в браке, пока смерть не разлучит вас, либо он разводится, но больше, до смерти этого бывшего, ну или там бывшего-нынешнего супруга, он не может вступить в брак. И даже, наверное, после смерти его может вступить только по разрешению. В общем, как минимум после смерти. Тут такое ограничение. Далее. Следствие из некоторых пунктов, которые я уже назвал. В рамках традиционной системы абсолютно невозможно равноправие и равноценность между законнорожденными и незаконнорожденными детьми. То есть это никак не может существовать. Должна вернуться эта разница, она должна быть закреплена в законах. Это должно отразиться там и на правах, и там на праве на содержание, в зависимости от обстоятельств хитрых. Потому что вариантов, в каких это могло получиться, как мог появиться незаконнорожденный ребенок, их много. Поэтому по ним должны быть частные случаи. Но смысл в том, что каких бы частных случаев не было, преобразовать, скажем так, незаконнорожденного в законнорожденного практически невозможно. То есть какие-то, наверное, были особые, в этом случае, тоже, наверное, при участии церкви, когда можно было бы что-то там задним числом, какие-то поправки принять. Но в целом, нет. Эти дети никогда не были бы равноценными. Может быть, даже по гражданским правам, между прочим. То есть потому, что они могли бы потом делать, могли ли они, например, избираться куда-то, занимать должности определенные. Очень большой вопрос. То есть, например, смог бы, например, незаконнорожденный человек выступать преподавателем в образовательном учреждении, занимать, например, быть священнослужителем, например. То есть такие, в общем. То есть занимать должности с авторитетом. Вполне возможно, что это было бы ограничено. В общем, человек, который выступает за традиционные ценности, автоматически должен выступать и против равноценности между законными детьми и незаконными детьми. Дальше, значит, ну, логично будет, что в рамках традиционной системы есть традиционное разделение ролей. Что такое традиционное разделение ролей? Традиционное разделение ролей – это мужчина вне дома, женщина внутри дома. То есть практически невозможным должно было бы стать какое-либо внешнее трудоустройство. Ну, в каких-то только особенных, там, исключительных случаях и в ограниченном количестве, где, собственно, можно работать. То есть женщина практически не может работать вне дома в рамках традиционной системы. Мне, в общем-то, нравится, как этот вопрос раскрыл Олег Олегович. По-моему, он очень-очень точно вот именно рассуждает, как в этом вопросе рассуждает, как сторонник именно таких, ну, по-настоящему традиционных ценностей. Да, тут не прибавить, не убавить. Что из этого следует? Если женщина не работает вовне, значит, в принципе, скорее всего, не существовало бы такой вещи, как детские сады и ясли. Их просто быть не может. Потому что, ну, вот, женщина не работает, да, она работает, то есть ее работа, грубо говоря, это дом и дети. И не потому, что это, там, хобби такое, а потому, что это, вот, предписанная традицией роль. Там есть ограниченное число исключений, люди, которые могут как-то от этого, там, ну, не знаю, избегать, уклоняться, там, опять же, через, там, не знаю, монашество, через какие-то, там, особенные роли в обществе, как следствие каких-то, там, особенностей здоровья, например, ну, человек бездетный, да, соответственно, у него будет какая-то особенная, там, роль в обществе. Там, может быть, он будет работать, там, в каких-то, с приемными детьми, да, может, что-то еще. Ну, в общем, примерно этим, вот, и будет ограничиваться. Даже если это работа с приемными детьми, все равно это будет работа в доме, да, а не работа в какой-то, там, организации. То есть, такой, просто нет такой вещи, как детский сад или ясли. Аналогично, скорее всего, женщин просто принципиально, не могло бы быть в роли преподавателей в общеобразовательных учреждениях. То есть, нет. Ну, кроме того, они, скорее всего, были бы, конечно, раздельны по полу. То есть, мальчики, девочки были бы раздельны, и программа у них была бы разная. Но это уже более слабые, как бы, критерии. Об этом можно потом порассуждать. Но факт тот, что ни для девочек, ни для мальчиков преподавателей, женщин, скорее всего, не должно было бы быть. И уж тем более, не дай бог, ни в каких вопросах, связанных с религиозным образованием. То есть, вот все, что касается духовности и религии, а это должно было бы, ну, преподаваться централизованно, и всем, женщин там не было бы вообще. Может, кроме какой-то, ну, особенно каких-то узких сфер, которые преподавали бы, вот, ну, женщины, девочкам. Да, какая-то узкая сфера. Ну, это, наверное, из крупного, то, что я мог бы быстро назвать. То, с чем, в общем, трудно спорить, мне кажется. Если человек выступает за традиционные ценности, он должен выступать за это. Более слабые такие следствия, о которых можно на досуге порассуждать. Во-первых, невозможно в рамках традиционной системы записать в целевых показателях демографии 1,8 детей на женщину. Во-первых, вообще исчислять в таких цифрах, как количество детей на женщину, это просто, ну, уже является нарушением традиционной системы. То есть, дети не рождаются у женщины в традиционной системе, да, они рождаются, ну, вообще говоря, если строго по Библии, да, то вообще у мужчины. Вот, ну, как минимум у пары. То есть, такого исчисления даже быть не может в традиционной схеме. Ну, уж тем более, оно не может быть меньше, чем, там, 2 и сколько, там, 2,2,2,3, да, считается воспроизведение. То есть, это просто, ну, в традиционной схеме такого целевого показателя просто быть не может. Если он такой, это означает, что просто, ну, демографическая политика провалена вот по традиционной схеме полностью. То есть, средства, которые применяются, они не достигают заявленных целей. Вот и все. Даже сама цель заявленная, она уже, как бы, является нарушением, а уж средства достижения и подавно. Сложный вопрос в современной ситуации был бы с контрацепцией, потому что, например, вот там, католическая церковь достаточно четко свою позицию по контрацептивам излагает. Православная церковь тоже, в общем, с этим сложно относится. Наверное, тут, как бы, нужно было какие-то особенные решения принимать. То есть, как увязать резко упавшую детскую смертность еще плюс большая продолжительность жизни, да, то есть, как это увязать с тем, что, в общем, то есть, условия изменились с тех пор, сильно изменились, именно в смысле здравоохранения, сильно изменились со времен, например, там, 200-300 лет назад. Соответственно, насколько практично применимость тех правил, тоже, в общем-то, вопрос. То есть, стала ли бы, прямо тут традиционная система жить прямо традиционно-традиционно, как, например, там, у хасидов, да, сделано, не знаю. Это более тонкий вопрос, по нему можно было бы спорить, но это были бы уже, в общем, детали внутри. И продуктивные технологии тоже, наверное, в рамках традиционной схемы были бы под большим вопросом, потому что неоднократно я уже говорил, да, с ссылками на источники, что в рамках традиционной системы вопрос детрождения находится не в руках человека. Соответственно, вмешательства в эту сферу не знаю. это была бы очень такая спорная тема, ее бы решал какой-то там этический совет, не знаю, смесь из медиков, теологов там и прочих духовных лидеров. Ну, в общем, это были бы уже детали. В общем, подводя черту, я бы остановлюсь на следующих критериях, как мне кажется. То есть, человек, который заявляет себя как сторонника традиционных ценностей, должен как минимум выступать за религиозный брак и основанный на традиционной религии, брак из одного мужчины и одной женщины, реальный патриархат, охраняемый государством, гарантированный государством, отсутствие разводов, по крайней мере, по желанию, ну, неравенства между законными детьми и незаконными детьми и отсутствие возможности работать для женщины где-либо вне дома. Вот. Наверное, так. Если подумать, кто-нибудь, вот вы кого-нибудь вам в голову приходит, кто-нибудь реально защищал подобный подход публично. Честно говоря, мне с лёта приходит только не такой давний пример появления Германа Стерлигова на канале Царьград. И мне кажется, тогда журналист, который с ним разговаривал, просто провальное совершенно сделал просто интервью. То есть, он просто не понял, о чём Стерлигов говорит. А он говорил, в общем-то, об этом. И я сейчас не говорю это ни в пользу Стерлигова, ни против него, да, просто как факт, что Стерлигов действительно выступил как сторонник традиционной системы. Он знает, в чём она состоит. Он знает, какие изменения в законе должны быть сделаны. «Хотите ли вы этого? Хочу ли я этого? Хочет ли большинство в нашей стране этого?» Это другой вопрос. Можно об этом порассуждать, но это просто, к сожалению, люди, которые выступают за, там, объявляют себя выступающими за традиционные ценности, видимо, ну, либо не очень хорошо отдают себе отчёт, что это такое вообще, что бы потребовалось на самом деле, что бы их защитить. Либо отдают отчёт, но рассчитывают на необразованность широких масс. То есть, типа, я вот заявляю, бью себя пяткой в грудь, говорю, я вот за традиционные ценности, там, в каком смысле? Ну, я вот за советскую семью, там, плюс запрет, там, однополых пар. Ну, господа, это не традиционные ценности, это ценности очень-очень свежие. Можно сказать, это модерн, почти модерн, так сказать, ветка, которая шла параллельно с модерном. Как-то так. Вот, собственно, что я хотел сказать. Не знаю, не буду поздравлять нас всех с годовщиной принятия этих декретов. Я думаю, что это было начало конца, в смысле, семьи. И не думаю, что в рамках этой парадигмы вообще возможно какое-либо там серьезное возрождение в демографической сфере, там, не знаю, в семейной сфере. Собственно говоря, если быть строгим, уж совсем, под завершение так скажу, вот, нужно ли выступать защитником традиции? Скорее нет, чем да. Традиция тем и сильна, и тем она является тем, чем она является, что это штука, которая выживает тысячелетиями. Соответственно, то, что выживает, оно как бы само себя защищает. То есть, оно не требует защиты, потому что оно и так живое. И в этом смысле велик шанс, что все, кто как бы придерживаются этой традиционной схемы, даже не понимают до конца, как она работает. Людям не обязательно понимать, как работает. Точно так же, как не обязательно понимать, например, устройство автомобиля, чтобы ездить на нем. Люди могут пользоваться традиционной системой, выполняя определенные правила, не зная, почему эти системы, почему она так устроена, почему такие правила существуют. Тем не менее, она их будет реально ввести и довозить их из нужной точки А в нужную точку Б. Люди, которые решили, что они не понимают какой-то детали в этом механизме, и на этом основании можно ее просто выкинуть, и все будет зашибись. То есть, я выкину там какую-нибудь деталь, которую я не понимаю, из автомобиля, а он поедет еще лучше, потому что он станет теперь легче, меньше металла на себя вести. Люди, которые так рассуждают, скорее всего, далеко не уедут. И, собственно, вот в этих вот цифрах, показатели деторождения на женщину, там, в количестве 1,62, 1,8, Собственно, эти цифры говорят сами за себя. Вот все, что я хотел сказать 16 декабря. Всем спасибо за внимание. Пока. Удачи. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok